Приветствую вас! Отвечая на ваш вопрос, хочется сказать так, что мужчине, по сути дела, некуда возвращаться, потому что вы над собой не работаете, ну, по крайней мере, я не увидел, чтобы вы как-то поменяли своё поведение, я не увидел, чтобы вы как-то изменили его, чтобы вы изменили мировоззрение, чтобы вы изменили отношение к своему мужу и так далее. Как видите, эта женщина, она заставила его почувствовать себя мужчиной. Она дала ему это возможность. А вы, ещё когда он увлекался интернет-данами лёгкого поведения, как вы говорите, вы тогда его уже пилили. Вы не понимали, что у него есть потребности, вы не понимали, что это всё такие вот тревожные звоночки, что нужно не пилить человека, а стараться прислушиваться к нему, да, стараться понять его, стараться вместе там к чему-то прийти, к каким-то решениям, каким-то выводам, к каким-то совместным правилам, понимаете. То есть как-то решать проблемы. А вместо этого вы его пилили, вместо этого вы его, по сути дела, подавляли. И вот вы пишите, что в последнее время было много ссор и претензий с моей стороны. Но не хватало его внимания, не могла простить его интернет-увеличение дамами лёгкого поведения и т.д. Как говорится, я его пилила. То есть понимаете, какой момент, да? Что у вас были ссоры, вы его пилили, у вас были претензии к нему, да? Но при этом... А как вы его мотивировали, чтобы он... эм... Ну, чтобы он вам внимание проявлял? Ведь должен быть мотив. Конечно, вы можете сказать, что... нет, никакого мотива не нужно, и... он меня принимал... такой вот... эм... какая я есть, значит, должен принимать и... ээ... сейчас. Вы можете так сказать, ээ... действительно, вы можете так думать, действительно, вы можете так считать. Вряд ли вам кто-то скажет, что... вы... эм... не бравы, но... к сожалению, ситуация такова, что... именно... с такой пози... позиции... с таким отношением, мужчина от вас ушёл. Поэтому, если вы... хотите, чтобы... ээ... появилась надежда... того, что мужчина к вам вернётся, нужно, чтобы ему было куда и к чему... возвращаться. А не так просто ждать, что он вернётся. Даже если он с ней расстанется, не факт, что он вернётся, потому что... мужчина вкусил новой жизни. Мужчина вкусил, как можно жить. Мужчина вкусил, что значит... ээ... быть мужчиной, что значит быть свободным, что значит быть в форме. и он это уже не променяет. И делает здесь не в этой женщине, а вообще... в... ээ... ну... вообще в образе жизни. Понимаете? Поэтому... я думаю, что... очень мало шансов, что... он... вернётся к вам, если вы... эээ... ничего в своей жизни не поменяли. Если вы не поймёте... эээ... причины проблем, если вы не измените своё отношение, и своё поведение... к нему. То есть у вас есть ша... шанс. У вас есть шанс. эээ... какой шанс? Мужчина вам... эээ... присылает фотографию. Мужчина присылает вам... какие-то этюды в своей жизни. эээ... и это означает... эээ... в общем... в общем... да. Это означает, что человек... к вам ещё неравнодушен. Ну, может быть, осталась привязанность какая-то, вот, может быть, что-то ещё такое осталось. То есть мы этого... эээ... не можем знать, конечно, наверняка. Вот. Мне бы не хотелось вас... обнадёживать. Как-то очень... сильно очень. Эээ... Ну, просто потому что... это... неправда. Вот. Но... тем не менее. Если бы мужчине было совсем всё равно, он бы вам не присылал ничего. Значит, что-то у него к вам осталось, и... от вас зависит... эээ... что... ммм... как вы этим... этим распорядитесь. То есть вы можете распорядиться этим так, что... просто, вот, принимать его под... подачки, как вы говорите. Вот. А можете... попробовать понять... причины ссор, изменить своё поведение, понять, какая женщина вашему мужу... нужна... бывшему мужу... нужна... какая женщина... ээ... постараться ей стать... эээ... но только без... без... вреда... себе... эх... да, то есть, чтобы... не было... эээ... ущерба... вам... и... соответственно... посмотреть на реакцию мужа. если... шанс есть... эээ... то он... он обратит на вас внимание. Безусловно. Но... вы поймите, что... вам нужно... показать ему, что... с вами лучше, чем... с любовницей. Это не просто так, что он вернётся опять. К вам всё будет по-старому. Нет. По-старому уже... ничего не будет. На... самом деле. Потому что... мужчина изменился. Вот. Вы, скорее всего, тоже изменились. Это я... более чем уверен. вы этого ещё не осознаёте, но вы тоже изменились. И... как бы... вы уже другие люди стали. Поэтому... не едите его. Действуйте. Сами. старайтесь... извлекать... вы... выводы. Старайтесь... анализировать... то, что... произошло. Старайтесь... э... менять... своё поведение. Старайтесь... э... меняться... самой. с мужем старайтесь... фо... фо... форму... общения... немножечко... поменять. То есть вот сейчас... сейчас... она... у вас... такая, что... ну, что... вы... принимаете подачки... его внимание... его внимание... да? Вот. То есть вы... так... пассивно... его... воспринимаете. Ага... можно сделать так, что... будет... активно. То есть... да, я вот... у меня вот... да, я вот... у меня вот... сегодня была... там-по... 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 вот. с тем-по... с тем-по... с тем-по... понимаете? Вот. Чтобы мужчина видел, что... жизнь... без него... она идёт. Чтобы мужчина видел, что... вы... его отпустили. Он вас отпустил... поступил... честно с вами. И вы, в принципе, можете так же поступить и тоже поступить честно с ним. Вот. Дальше. Дальше. Смотрите. Вы пишите, что, значит, мужчина всегда говорил о том, что гулять это плохо, что не понимает вот гулящих мужчин и вообще семья это самое главное. Вот. Значит. Понимаете, факт оно так. Да. Действительно. Но. Есть одно но. Дело в том, что если, если семья не приносит удовлетворения, если в семье, в своей семье, человек не чувствует себя счастливым, в безопасности, если его потребности не удовлетворены, так скажем, то зачем такая семья? Понимаете? Или вы считаете, что мужчина, вот он должен, сказал, и он должен стать заложником своих слов. То есть, ему плохо, ему некомфортно с вами, а он все равно должен терпеть и быть собственно, собственно, вместе с вами. Да. Только потому, что он сказал. Только потому, что он, вот, обучил такую мысль. Ну, подобное, женственное поведение, когда вы считаете, что мужчина должен терпеть при этом. При этом, ну вот, как, я не утверждаю, но как вытекает из того, что вы пишете, вы ему ничего не даете. То есть, вы требуете внимания, да, вы требуете какого-то внимания к себе, но сами вы при этом ему этого внимания не даете. Такого, как нужно ему. Понимаете? Вот. Ну и, соответственно, если вы его любите, своего мужа, то почему бы за него не порадоваться, что у него все здорово? Почему бы за него не порадоваться, что у него все хорошо? А если вы не можете за него порадоваться, что вы ждете, что он надумается? Ну, это зависимость уже у вас. Эмоциональная зависимость от своего мужа. На что указывает и то, что вы принимаете его, вот, подачки внимания, как вы говорите. А зачем принимаете подачки внимания? Ну, ушел он и ушел, и все. Зачем вообще с ним взаимодействовать? Зачем вообще с ним общаться? Ну, ребята забирают детей, ну, хорошо, молодец, что забирают. Хороший, значит, ответственный, ээ, мужчина. Ответственный отец, человек и так далее. Вот. Эээ, как бы, но вам-то с ним общаться зачем? Понимаете? Вам-то ненужно общаться с ним. Вам это ничего не дает, вам не дает это двигаться вперед. Понимаете? Вот и все. А если вам это не дает двигаться вперед, то это вам вредит. А если вам это вредит, то получается, что вы действуете себе во вред. А если вы действуете себе во вред, то, соответственно, нет ничего удивительного, что вы ожидаете, что ваш муж, например, тоже будет действовать себе во вред. Ну, потому что, человек ведь, он, как бы, по себе же, ээ, других людей, ра-равняет. То есть, как, как я отношусь к себе, так и отношусь и к другим. Если вы, эээ, себе, ну, будете больше о себе заботиться, например, то и, эээ, и муж, и вообще мужчины будут смотреть на вас совсем другими глазами, потому что всегда приятнее взаимодействовать с тем человеком, который, ээ, который, ээ, уважает себя, который ценит себя, который любит себя, да, который ведёт себя, ээ, ну, с достоинством, который не позволяет к себе отношения, которые отношения, которые он сам считает неприемлемым, ну, по ряду причин, вот. Так что, задумайтесь об этом, как, как следует. И подумайте, вот, если муж, эээ, ну, всё-таки вернётся к вам, то куда он вернётся? К кому? Что он увидит? Кого он увидит? Понимаете? Нужен ли он будет вам таким, какой он есть сейчас? То есть активный, весёлый, свободный и так далее. Нужен ли он будет вам такой? Понимаете в чём дело? Как он, эээ, войдёт в ваш быт? Как он войдёт, эээ, в ваш образ жизни? Подумайте, и вы сами ответите себе себе на вопрос. На ваш. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok